Это изначально, из 2014 года, что Украина другое государство, которое никогда не должно быть вместе с Россией, и не будет никогда с Россией. Это будет отдельная страна, это отдельный народ, совершенно отдельная нация. Украинцы нерусские, и никогда русскими не были, не только не будут, не только не являются, никогда ими не были. это другой народ с другой культурой с другим языком с другой истории даже с другой с другим по сути вероисповедания да это те же самые православные верующие да это безусловно славяне но все же разница существенно этой разницы исторически не обрядовая исторически это очень важно и это наложил отпечаток на все стороны жизни не говоря уже культурной разницы виде как русский фрондирующий интеллигентский класс часто пренебрежительно прежде а сейчас с каким-то жалостью относятся к украинскому началу я посчитал возможным именно об этом сказать очень важно сделать так чтобы русские прекратили лезть к украине с тем чтобы каким-то образом пытаться искупить вину за совершенное путиным путем бесконечного навязывания себя украинскому общественному мнению и политику подлинно подлинная цель нашим до людей настоящих это навсегда отстать от украины прекратить вообще более того не только какой-то нарратив создавать для украины от имени россии хорошей россии а навсегда отгородиться отдать ее территории украине расплатиться всеми репарациями за сделанное и наконец уже разойтись навсегда чтобы потом через этот забор перекидываясь словами говорить о том что может быть все таки как-то где-то давайте торговать давайте чего-то начнем нормального человеческого а тут нам будут часто кричать со стороны украины что идите нахер идите нахуй чтобы у вас больше никогда не видели и самое главное русским прекратить обижаться на это потому что тем есть за что нас упрекать и за что посылать нас далеко на три буквы как они посылают эти все корабли и так далее ровно отсюда танцует история со сносом памятников отменного русских названий улиц и так далее нужно успокоиться и прекратить давать советы как это делают многие всякого рода интеллигенты говоря о том как горько они сожалеют о том что булгакову памятник снесли улицу пушкина отменили ничего другого не может быть в нынешних условиях понимаете ничего другого не может быть люди сами в украине а там между прочим есть этнически русские принадлежащих украинской нации разговаривающие на русском языке и сами считающие когда и в каком объеме им понадобится русский язык русская культура их русскость может быть она даже и не понадобит и в этом нет никакой трагедии эти люди сносящие сами памятники булгакову пушкину отменяющие название улиц сами решат когда это все им восстановить это очень важно потому что на самом деле это главный раздражитель для украинской нации попытка все время объединить необъединимое вся идея русского мира которая продается внутри 140 миллиона россии заключается именно в искаженной версии того же сам что никакой украины не существует что это не до государства понят чего ждать от путинских и что на самом деле это тоже плохие какие-то русские украинцы язык у них какой-то непонят для партовой физики он не подходит для описания ли еще чего-то такого русские тогда начнут здорово строить собственную судьбу когда отделяться от всех этих имперских намерений по отношению к соседям в том числе и к славянам из белоруссии и украины навсегда разорвут как страшно не звучало бы разорвут эту связь которая с ними существует потому что она обременяет другие народы россияне помогают те которые даже выступают фрондирует или открыто выступает враждебно по отношению к москве и ее власти нынешней путинской власти они все равно где-то на мужичке на заднем как бы плане продолжают считать себя неким старшим братом да откровение заключает то что россия ничего не может дать украине вы понимаете это главный вывод нам нечего дать не только украины и другим народом у россии нет ничего в запасе даже та культура которую великая культура 19 века блестящего амбергского века которая русские так сказать пытаются сохранить правда в путинской системе она распадающийся элементом зовите мне яркие проявления этой культуры хотя бы за последние четверть века но был бы с ним так вот она не нужна украине она нужна и только в том объеме который украина сама и украинская нация для себя определяет нужным будет булгаков они его возьмут может быть богат вот они ровно из того что их интересует там возьмут нужен ли им будет толстой достоевский должен ли будет им чайковский они сами решат это нельзя навязать понимаете это нельзя заставить ну видите кровь обычно силу и детей чего вы все ждете они создают антивоенный комитет идиоты вам надо сайт военный комитет не по отношению к украине антивоенных комитет а по отношению к россии военный комитет собирать людей искать вооружение начинать гражданскую войну в россии для того что спихнуть эту власть и прекратить вот эту самую войну в украине пара антивоенные все требуя, и они сами без вас, Украина справится. Их помощь, ваша помощь им вообще нахер не нужна. Все, что они делают, они делают сами, своими руками. Не побоюсь лишний раз, занудно, по-еврейски, вам напомнить пример. Мой любимый, когда Владимирский ОМОН полег на подходе к Харькову, где валялись каски, щиты, дубинки, которыми, собственно говоря, собирались хуярить украинцев, значит, эти вновь прибывшие гости из имперской Москвы. А они взяли вооруженные силы Украины, просто взяли их, всех убили. И разговор закончился, не о чем больше говорить, некому дубинками разгонять, как это происходит в России, налево и направо. Будь Росгвардией, будь то ОМОНом или там еще какой-нибудь полицайкой. И они просто взяли их, всех убили. Остались одни дубинки и щиты. Не знаю, кому они теперь пригодятся. Об этом и речь, о том, что ребята дорогие, прекратите заниматься даже войной, потому что все ваши петиции, все ваши призывы, криповые, они кому не нужны, потому что убивают людей, потом еще и сжигают, как в Мариуполе. Кому вы нахер нужны своими антивоенными комитетами? Вдумайтесь в это. Да вы никогда эту власть, вы никогда этого Путина не победите, если не станете хуже его. Намного хуже его. Только не по отношению к другим народам, а к собственному политическому истеблишму. К власти к этой. И в том числе к своему народу, который, повредившись в уме, осуществляет вот то, что он делает в Мариуполе, то, что он делает в Буче, в Ирпине и в других местах. Нужно начать делать что-то в самой России и прекратить заниматься всеми посторонними народами.